Структура удара, вот как ты бьешь, как ты бьешь, так и ты ее укрепляешь во всех позициях, очень сильное упражнение, я считаю, что это, пальцы укрепишь, они у тебя вообще кулаки будут, знаешь, как этот, молотки будут, так, смотри, что касается твоего удара, скажи, когда ты понял, что ты сильно бьешь, я не знаю, я до сих пор не знаю, сильно бью или не бью, просто так получается, в боях у меня так получилось, несколько раз досрочно закончил бои, а так. Почему несколько, у тебя все бои у нокаута? Ну да, я до сих пор, я до сих пор учусь, я до сих пор стараюсь стать хорошим боксером. Оно само собой, в принципе, да? Не, наверное, какое-то упражнение есть, я сам об этом не знаю, на самом деле, я честно не могу сказать, вот от чего у меня так получается. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Я считаю, что самое-самое лучшее упражнение, там есть миллион вещей, можно которые для кисти придумать. Вот я пользуюсь эспандером, разные-разные сложности эспандеров работаю. И я считаю, что самое сильное упражнение для кисти, именно для боксера, вот то, что я сейчас покажу. Потому что именно там, как структурой удары все делать, и статика там есть, и укрепление кисти есть, там все есть в этом. Я его просто делаю в оригинальном виде, но я сейчас его покажу в двух видах. Человек, который делает первый раз, надо вообще с колен делать. Вот так на коленах вставать. И вот отсюда начинать надо. Вот так. Вот так начинать надо. Это вот, кто первый раз делает, да? Вот с этой позиции надо начинать. А уже более сложно, уже как упор лежа, становишься вот так, упор лежа. И с этой позиции делаешь то же самое. Как часто нужно делать это упражнение? Я делаю его каждый там, перед тренировкой. Это как и разминка, перед тренировкой у меня. Это и укрепление кисти. Прям вот перед тренировкой делать? Прямо перед тренировкой я могу делать. А сколько времени примерно? Это два подхода, три подхода. По сколько раз? По десять раз, по двадцать раз, по разу. И это помогает разогреть, да, подготовить кисти к работе? Это и разогревается, и укрепляешь кисть именно. Почему? Потому что структура удара, вот как ты бьешь, как ты бьешь, так и ты ее укрепляешь во всех позициях. Очень сильное упражнение, я считаю, что это. Проверим твои кисти? Вот смотри. Вот так, вот так становишься. Вообще в оригинале, конечно, как упор лежа его делал, вот так полностью. Но мы вот сейчас вот так начнем, вот так вот берешь и вот так делай, смотри. Раз, два, три, четыре. О, нормально моешь, да? А сейчас вот так начни вот. Раз, два, три, четыре. Посмотри. И пальцы, во. Видишь, у тебя пальцы слабенькие, видишь? Да. У тебя же кулачные бои? Да. Тебе вообще они нужны. Ты как пальцы укрепишь, а у тебя вообще кулаки будут, знаешь? Как этот, молотки будут. Так, смотри. С ножками прыгай. Вместе. Во. Во. Видишь? Вот у тебя пока они слабенькие. То есть они не слабые, они хорошие. Просто вот с колен начни. Вот раз вот перед тренировкой, например, раз двадцать. Вот нормально вот так, смотри, как я. Чуть-чуть назад. Вот. Чтобы не сильный упор был. Чуть-чуть назад. Руками, чуть-чуть назад, руками. Ой, вот отсюда вот. Раз, два, три. Чуть-чуть упираешься, полтела, полчаса ты задействовал. И сколько времени надо? Ну. Раз двадцать, раз десять. Не, я не думаю. Месяц-два, чтобы укрепить. Каждый всегда, до конца, до конца жизни. Нет, я понял. Чтоб почувствовать, я не уйду. Да, ты будешь чувствовать, ты сам будешь чувствовать. Потихоньку будешь чувствовать. Ты травмируешь руки, да, у тебя? Были. У тебя есть? Я с борьбы начинал. Видно? Он на улице дрался. Это очень сильно управляет для кисти. Рук. Зачем ты капу одел сейчас? Подожди. У нас у меня ковать нет. Зачем в капе спать ложиться? Привыкать нужно. Правильно дышать, чтобы в ней. Привычка была дышать в ней. А вы так же делали? Конечно. В капе, в шлеме всегда ложусь перед боем спать. Очень серьезно отношусь. В целом нормально? Не, для первого раза он хорошо делает. Это... Я же об этом не знаю. Я всегда всю жизнь делаю эти вещи. Поэтому я... Работаю с эспандером. Да. Пальцы я не пробовал. Даже видишь, что под эспандером всегда работаешь. А пальцы видишь, как будто это... Не твои у тебя. Ты вот, когда эти упражнения... А ты, они должны... Каждый палец должен чувствовать. Контроль должен быть. А если у тебя будет контроль, он получается... Сильный будет. Да? Надо обязательно делать на такой поверхности, мягкой, или можно усложнять там на дереве, например? Конечно, конечно. Это я сейчас специально поднялся сюда, чтобы на мягкой сделать. А там можно прямо на полу можно сделать это. Это как... Как ты это, чувствуешь себя, так и делаешь. Чувствовать. Короче, каждый день можно делать. Да. И не будет перетрена какого-то там, ещё чего-то. И от этих вещей не это. Не перетренируешься, это... Это... Такие вещи... Это же не... На сердце не влияет там, ничего. А вы вот тренируетесь, как вы там? Готовитесь на бой? Фууууууу, разметика. Вы парах как делаете? В парах работаете? В парах работаем. Как работаете в парах? В парах обычно. я имею в виду вы одеты больших перчатках шлема без шлема большие перчатки но без шлема у меня 16 15 перчатки и да без шлема на это я ногой пропустил от пойму мы смысл такой надо надо тренироваться готовиться всегда надо больших шлемах больших перчатках ними это не это не мешает они этот ты же бою не будет ничего мешать а ты сохранишься до боя сохранишься ты там будешь свежий это же очень важно надо готовить всегда надо больших перчатках больших шлемах чтобы если что я если я считаю что надо готовить всегда больших шлема больших перчатках чтобы смысле небольших шлема имеется ввиду хорошей защиты хорошим перчатках также и сопаринг партнер должен быть такими вещами федор емельяненко как-то готовился к бою я не помню кому к миру или к сонану но неважно в общем и вот он там был без шлема и пропустил несколько ударов но именно в спарринге и хабиб под этим постом написал что нужно всегда одевать шлем путь ну зачем типа без шлема и как бы ты тоже считаешь что шлем это обязательно шлем это как сказать когда идет учеба на учебе надо обязательно правильно все делать то есть и и шлем и там перчатки все надо отслеживать все надо делать правильно чтобы быстро он был и там же большая ответственность там люди переживают там там это у людей заработок там какой-то там это там много чего там в этот входит конечно и ты вообще все спарринги полностью всегда в полной экипировки конечно я всегда я даже я даже я помню я в детстве когда еще ребенком был еще тогда не было шлема у кого-то кого-то у кого-то было кого-то не было там да вот так было у меня был инвентарь уже с детства уже то есть я мог накопленные деньги купить за это себе шлем или там что-то купить и одевал шлем тренировочном зале а там ребята некоторые там мои ревесик они там смеялись типа я боюсь чего-то кого-то там поэтому одеваю шлем а я говорил еще я тогда еще понимал это я говорил голова то у меня одна и и еще не придумали меня знаешь ты органы меняют какие-то там голову еще не меняет поэтому мне она одна мне надо и сохранить нельзя нельзя вот симпатичный парень фонарик уже здесь фингал у него до стоит знать почему я ему почему спрашиванию сразу и выясняется он без шлемов тренируется неправильно зачем конечно это с одной стороны он может сказать что я там закаляю себя там то есть ну закалять надо в другом плане нельзя вот этот материал вот этот он же мы же знаем что он рвется там режется там зачем его испытывать